Музей пуговицы. Именно так назвали необычную коллекцию хирурги. Вещи, на первый взгляд, очень простые. Монетки, скрепки, заколки. Необычная их история. Каждую деталь достали из организма маленького ребенка. За сутки на подозрения в проглатывании инородных тел. В ВДКБ обращаются около шести обеспокоенных родителей. Конечно, чаще всего это маленькие дети. Конец нулевого года жизни, там 8, 10, 12 месяцев и 1, 2 года жизни. Чаще всего. Ну, чаще всего это, конечно, пищевод и желудок. Потому что дети, растут зубы, зубки чешутся, тащат все в рот. Операция занимает 2-3 минуты и проходит без наркоза. Никаких разрезов. В ход идет эндоскопическое оборудование. Тонкий шланг позволяет захватить предмет и аккуратно достать. А неприятные ощущения проходят уже через несколько дней. При этом монеты и пуговицы – благоприятный вариант. Они не вредят слизистой. А вот опасными для здоровья станут магниты. И особенно батарейки-аккумуляторы. Здесь, кроме просто механического давления на стенку органа, на слизистую органа, присутствует еще электрохимическое воздействие. То есть, разность потенциалов. Это ожог гальванический. И в тепле все вот эти аккумуляторы очень быстро начинают течь, выделяя свое содержимое. Это, как правило, щелочь высококонцентрированная в виде геля. И если где-то это народное тело задерживается, могут быть очень глубокие ожоги и с очень большими проблемами. В этом случае счет может идти на часы. Кроме желудка, вещи могут застревать и в бронхах. Здесь чаще всего врачи сталкиваются с органическими веществами. Травой, орехами, веточками травы. А среди пациентов, скорее, подростки. Органические инородные тела очень опасны тем, что они быстро вызывают специфическое воспаление в легком. То есть, тяжелое понимание. Болтают во рту вот этими. Потом, случайно, в школе, там, стукнул кто-то по спине, поперхнулся, вдохнули и попадают в дыхательные. Большие проблемы при извлечении. Таким образом, срочно обратиться к врачу нужно тогда, когда предмет застрял, например, в горле. Ребенок задыхается. Или, если это опасная вещь, острая, мелкая, сложной формы. Или токсичная, как батарейки. В случаях, если кроме самого факта проглатывания, беспокойств больше нет, то можно подождать немного, чтобы предмет вышел сам естественным способом. Помочь ребенку можно и самостоятельно. Можно попробовать перевернуть ребенка вниз головой и постучать по спинке. Ну, иногда бывает какой-то от этого эффект. Если ребенок просто дается тем, что во рту. Не нужно пытаться убрать что-то пальцем. Как правило, ничего не получается. На палец во рту, наоборот, делается глоток рефлекторный. Или, наоборот, пропихивается. Вот перевернуть, легонько похлопать по спине. Если ничего не поменялось, надо вызывать скорую помощь. Врачи отмечают, что в последнее время обращений стало больше. Причины непонятны. С одной стороны, это может быть связано с халатностью родителей, с другой стороны, с ответственностью. Ведь по статистике, 3 из 10 случаев ложные. Сами специалисты отмечают, что лучше лишний раз прийти на прием, чем потом проходить долгий период реабилитации. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».